Официально объявляем начало весны. Та-дам-там-там-там-там. Вот такие фанфары у нас, других пока нет. В связи с этим хочется еще объявить весеннего гостя, первого гостя этой весны. Блин, слушай, да? Первый гость этой весны. Звучит вообще очень журно. Очень звучит. Считаю, что это почетная должность, и она отныне закреплена тобой на весь будущий год. Маргарита Амелина у нас в гостях тренер по приготовлению кофе в кофейнях и домашних условиях. Почему так важно озвучить, что и там, и там? Потому что есть люди, которые мечтают научиться готовить кофе как в кофейне, но только дома. Для этого они готовы покупать различные приспособления, приглашают виду к себе домой. Она строгий тренер, она прям так вот, все, тренировка началась и пошло, да? Вот. Там, слава богу, нет 25 приседаний за 20 секунд, но это тоже работа. Работа достаточно серьезная, потому что шаг влево, шаг вправо. Слушай, а если плохо тренируется человек, что ты делаешь? Да, все стараются, кстати. Нет таких, кто плохо тренируется, все очень стараются. И это такое еще, на обучении элемент игры. Элемент игры, то есть ты подключаешься, какие-то новые вещи узнаешь. То есть нет таких, которые там, ну просто пришли как на пары, да, студенты отсидеть. То есть у меня таких студентов нет. Это хорошо. Ну и как истинный барист, и сегодня будем готовить рогалики. Да, рогалики с мясом, чтобы вы понимали, насколько ситуация серьезная, рогалики с мясом. Откуда рецепт? Почему рогалики с мясом? Что случилось? Да, на самом деле все очень удивлялись, когда говорила, что я буду готовить рогалики с курицей. Мне говорили, послушай, может быть лучше тирамису, что-то кофейное, чтобы был вот такой. Или что-то вот... Это не наш случай. Нет, это не наш случай, потому что надо поесть нормально, а потом выпить кофе вкусного. То есть я вот так считаю. Женщина мечта, надо сначала поесть, потом выпить кофе. Вот, поэтому, понимаете, да? Вот, и поэтому для меня на самом деле не было удивлений, ну как, я подумала, рогалики, есть тесто, почему бы, ну начинку же можно любую брать, почему бы не добавить туда курицу. Когда я стала искать, как эту начинку лучше сделать, вкуснее, почему-то он мне вообще не выдавал с курицей практически, очень-очень мало рецептов, и снова все сладкие. Ну потому что оно, в общем-то, как-то логично. Да, но оно странно. Но, тем не менее, это вкусно, опробовано уже не раз. И тесто мне поделилась моя подруга. Очень простое тесто, на самом деле, никогда не думала, что вот настолько это все просто и будет вкусно получаться. А будет вкусно, ты сказала, все, понимаешь, у нас же рефлекс, как у собаки Павла. Будет вкусно, раз, все, начинаем готовить. Давай я займусь курицей тогда, а ты тестом. Курицу нужно нарезать мелкими кубиками. Получается, мы берем филе куриное. В принципе, для нашей порции нам подойдет одно филе, а я буду делать тесто. Давай, хорошо. Так, а я буду делать кубики мелкие, как ты сказала. Мелкие. Слушай, когда я шеф-поварам задаю такой вопрос, они всегда на него, конечно, отвечают, но, знаешь, так, ну вот, да, ну подумаешь, да, мы тоже ходим в какие-то другие вот заведения, не там, где мы готовим. Я говорю, ну, предвзято относитесь к кухне других людей? Ну, в общем-то, да. Да, предвзято. Почему? Потому что, когда ты знаешь, как должен быть приготовлен этот соус, или как должно быть прожарено мясо, или какая корочка должна быть у рыбы, и ты этого не видишь, ты подсознательно пропускаешь через свою профессиональную призму эту информацию. Ну, невозможно по-другому. Ну, да. Но если, ну, ходить по заведениям каждый день, шеф-повара себе, наверное, не то чтобы не могут позволить, а в смысле незачем, да, потому что большая часть времени проходит на работе, то у тебя все равно какие-то встречи проходят в кафе, где, может быть, не ты сама, да, можешь что-то приготовить, с друзьями, может быть, где-то, в какой-то поездке. Кофе – это такой, знаешь, постоянный элемент жизни. Я говорю сейчас даже про себя. Как ты переживаешь? Неправильно приготовленный кофе. И вообще, ты в какой момент можешь дать оценку, он правильно приготовлен или нет? А если неправильно, то почему? Неправильная обжарка была, неправильный помол, не знаю, неправильно сварили. То есть, как ты раскладываешь, как за секунду это происходит, если происходит? Ну, на самом деле, достаточно просто. Сначала заходишь и всегда, как говорится, кто ищет, да, кто, кто что ищет, тот он и ходит. То есть, всегда я захожу, я сразу же оцениваю, какое оборудование на баре стоит, какая кофемашина, в каком состоянии находится кофемолка. В каком состоянии находится бармен? Да. Да, насколько чисто рабочее место. Вот. Затем я обычно спрашиваю, на каком зерне они готовят. То есть, это тоже такая вводная информация, которая позволяет мне решить, буду я чай или кофе в этом заведении. О, как! То есть, да, ну, зачастую жалко... А у вас зерна какие-то? Чай, пожалуйста. То есть, все сразу понятно становится. Да, да, то есть, какие-то такие моменты. Вот, ну, иногда, на самом деле, я включаю такой авантюризм и заказываю кофе, и пытаюсь вот его не то, чтобы оценить, а вот прямо описать. То есть, просто вот какой он есть, да, и решить уже, понравится он мне или нет. Иногда бывает, что кофе, ожидаешь, например, более худшего вкуса, да, он получается интереснее. А у тебя бывает такое? Вот я, когда мне действительно очень нравится еда в ресторане, я обязательно прошу официанта передать кухне, причем не только шеф-повар, я же понимаю, что это большой коллективный труд, я всегда говорю, передайте, пожалуйста, кухне огромную благодарность. Это было великолепно. Ну, и в этот момент... Это тоже профессионально немножко, да? Видеть лицо, да, когда они улыбаются, ой, спасибо, там. То есть, они понимают, что я в этот момент благодарю всех, в том числе человеку, который, собственно, да, обслуживает, выносит и так далее, потому что это действительно командная работа. Вот. Бывает ли у тебя такое, что ты можешь подойти к бармену и, ну, к баристу, да, в данном случае, потому что совмещает, как правило, две эти должности. Зачастую, да. Вот. И ты можешь сказать, ну, это было замечательно, спасибо вам большое. Могу. Но я очень честная. Но не делаю. Я очень честная и искренняя, поэтому я, если мне не понравилось, я скажу спасибо. А если мне понравилось, я скажу большое спасибо. Это один из лучших кофе за сегодняшний день. То есть, я всегда пошучу, и сначала человек обрадуется, потом так подумает, так, что-то тут не то. Но в целом всегда это очень, ну, очень искренне всегда. То есть, когда мне кофе нравится, мне хочется, чтобы человек знал. И в следующий раз, чтобы он старался получить те же эмоции от гостя. Ну, ты же человек в профессиональной среде очень известный. И, ну, согласись, да, то есть, когда тебя, Борис-то, видит в заведении, он сразу так, ну, так, ой-ой-ой. Как же сейчас? Опять пришла эта. Как же сейчас вот ей так вот, чтобы вот она мне сказала не спасибо, а вот, а спасибо, что это был лучший кофе за сегодняшний день. Как это сделать? Есть такое? Есть, но вкусы у всех разные, да, то есть, и то, что Борис-то считает, прям, что меня восторг ведет, на самом деле, зачастую не так. Вот. Но, если меня спрашивают... А ты в Канаде говоришь, вкусы у всех разные. Там же есть критерии оценки. А поэтому нас четверо, нас четверо судей, поэтому, то есть, четверо судей, и все немножко имеют разные представления, но в целом проводятся калибровки, и мы, ну, вот, как, знаете, может быть, как кондитеры, да, судят тоже чемпионаты, они же, среди них, может быть, среди них и есть любители китайской кухни или французской, но в целом они стараются быть очень объективными, правильно, потому что, ну, потому что это профессия такая, то есть, такая работа. И поэтому у меня есть свои предпочтения, но я всегда открыта к новому, то есть, чемпионаты, я на самом деле, я так прихожу в восторг от них, потому что это тот случай, когда ты можешь попробовать уникальные вкусы, уникальный кофе, и, ну, просто вот, я не знаю, это очень классная работа. Но ты можешь удивиться? Потому что, смотри, ну, по большому счету, ну, ты уже столько всего попробовала, тебя можно еще удивить чем? Конечно, конечно, да, на самом деле, я думаю, даже профессионалов более высокого уровня, чем я, есть чему удивить всегда, и хорошо, что кофейная индустрия не стоит на месте. На самом деле, знаешь, вот сегодня только как раз думала об этом, вот мы последнее время разговариваем о том, что сейчас уже не просто кофе из какой-то страны, да, привозят, а уже, получается, делают разные обработки. То есть, могут таким способом обработать кофе из конкретной страны, что ты его не узнаешь. Вот так. Так что, да, то есть, очень много всего происходит в кофейном мире, и поэтому вот сказать, что я там пробовала много-много чего, я даже не могу сейчас. Ну, знаешь, какая профессиональная деформация? Каждый раз, когда в магазине я выбираю кофе, я вспоминаю тебя, серьезно. Я начинаю мысленно с тобой разговаривать. Как? Я не помню, как называется, что, все, что мы с тобой готовили, да, потому что, когда ты рассказываешь, там, это лот такой-то, это страна такая-то, вкус такой-то, послевкусие такое-то, аромат такой-то, раскрывать... То есть, я запоминаю только знакомые мне слова. Это восхитительно, с куслинкой, цветочный аромат, то, другую, третью. То есть, вот такие вот вещи я запоминаю. А когда, там, страны или еще что-то... И вот, смотри, давай сейчас дадим инструкцию для таких чайников, как я, которые кофе любят, но не запоминают вот эти вот ваши профессионализмы. Смотри, очень часто производители на упаковках пишут крепость от 4, ой, от 1 до 5. Чего брать? Вот. А тут несколько, может быть, моментов. Если это обжар... Если это арабика, да, то есть, чистая арабика на пачке написано, то, скорее всего, производитель имеет в виду степень обжарки. Ага. То есть... А не крепость. Да. То есть, крепость, на самом деле, это... Я... Мне нравится говорить о том, что крепость, это все-таки содержание кофеина. Вот. И получается, производитель, обжаривая кофе разными обжарками, регулирует таким образом крепость по-своему, да? Если это у нас смесь арабики с робустой, в которой в робусте, как известно, кофеина-то больше, то чем больше у нас робусты в смеси, тем более крепкий кофе. То есть, читаем состав. Да, читаем состав. Либо там чистая арабика написана, например, 100% арабика из Бразилии. А если там стоит крепость, например, 3 из 5, то значит, кофе обжарен средний. Ну, достаточно такой приятный, будет сбалансированный, да. Если стоит 1 из 5, то кофе обжарен светлый, то есть, он будет полегче, помягче и, ну, более кислотный, что ли. Да, покислее. О, я запомнила это, да, ты в прошлый раз мне это говорила. Вот. А если стоит 5, то это темная обжарка, кофе будет насыщен и в нем будет больше горечи, на мой взгляд. Но, в целом, мне эта система не нравится, потому что мы не можем так издеваться над продуктом. То есть, у кофе должна быть определенная какая-то кондиция, когда он максимально вкусный обжарен. Вот так я считаю. То есть, мы же не можем курицу пожарить чуть-чуть, средне и пережарить, и все это будет вкусно. Хорошо, сказала. Почему мы с кофе так делаем, да? Да. То есть, должна быть какая-то, как ты правильно сказала, то есть, точка, да, что ли. Я потому что не могу сказать, там, степень обжарки. Достаточно обжарка. Да. Либо... О, хорошая, достаточно. Так шеф говорит. Да, поехали. Смотри, я подхожу к стенду с кофе. У меня Бразилия, Эфиопия, Вьетнам. Что еще? Подсказывай. Колумбия, Кения, например. Колумбия, Кения. Вот, кроме, как воспоминания об учителе географии, у меня это особо не вызывает никаких других эмоций в отношении кофе из этих стран. Ну, кроме того, что я знаю вьетнамский. Почему знаю? Потому что... У нас духовка греется, все. Я пойду проверю, но все равно. 180 градусов нам надо. Идеально. Все стоит как надо. Да, красно. Вот, и ты мне скажи, пожалуйста, вот вьетнамский кофе знаю почему, потому что все друзья почему-то везут из Вьетнама кофе и специи. То есть кофе и специи и все. Почему? Потому что всех туристов возят на плантации. Естественно, я понимаю, почему. Хотя там ром очень вкусно, кстати. Рассмотрите этот вариант тоже, пожалуйста. Хватит вестивали кофе и специи, уже складывать некуда. Да, вот давайте разнообразие какого-то добавим. А скалочка где у нас? Сейчас, вот, все здесь, все есть. Вот, и ты мне скажи, пожалуйста, вот эти страны. Колумбия, Кения, Эфиопия, Вьетнам, Бразилия. И что? О, хорошо. Итак, они все находятся в разном, так скажем, положении от экватора, да? То есть в разной имеет почву и климатические условия. Так, зачастую в них выращиваются разные разновидности кофе, поэтому вкус будет отличаться. Вообще, я бы посоветовала всем кофеманам, которые хотят начать разбираться, да? То есть брать вот понемногу, либо просто сначала один сорт, потом другой. И с каждого континента, который вот выращивает кофе, пробовать и находить отличия. То есть вот Южная Америка от Африки, ну вот прям будет кардинально отличаться. А, Азия от всех остальных регионов очень сильно будет отличаться. Но ты знаешь, вот ты права, что нужно брать по чуть-чуть. Почему? Смотри, вот мы, как правило, покупаем кофе, ну на сколько там, на две недели, допустим, да? И потом мы берем другую упаковку. Когда ты сравниваешь, вот помнишь, как мы с тобой делали? Чашечка и чашечка, из одной и с другой. Ты можешь эту разницу не только почувствовать, но и описать. Записать себе куда-то, не знаю, то есть запомнить. Вот, когда ты две недели пил один кофе, потом начинаешь пить другой кофе, да, ты понимаешь, что он другой, но чем он другой, ты не можешь, в общем-то, сказать. То есть все-таки для того, чтобы понять, что нравится конкретно тебе, ну купите вот их несколько, да, и попробуйте. Да, да, очень отличный вариант, очень отличный. Если вот не хочется прям там запоминать, записывать, да, то есть, ну, с другой стороны, много тоже лучше не покупать. То есть это вот по 100 грамм. Ну, может, хотя бы 2-3, да. Да, по 100 грамм, например, 2-3 сорта, и вот его, например, утро понедельника с одним сортом, вторник, среда, и ты уже поймешь, ага, вот они отличаются. И тогда, ну, поймешь, что тебе нравится вот именно в данный момент твоей жизни, и будешь выбирать этот кофе всегда. Потом, например, захочется экспериментов, снова новый. То есть, я к чему говорю, я за эксперименты, но иногда очень не хочется разочаровываться, правда? Ну да, потом эти 100 граммов разочаровательных будут там лежать и смотреть на тебя. Или вьетнамских полкилограмма, что еще. Так, смотри, обжариваем? Обжариваем, да, буквально 3-4 минутки, у меня здесь уже все готово. Ну, вообще, по рецепту нужно, чтобы тесто это полежало в холодильнике полчаса, но у нас времени нет, и в принципе, это не обязательно. Тогда вы смотрите короткую рекламу, а мы как раз готовимся к продолжению процесса. Итак, курица у нас обжаривается буквально 4 минуты, да? Да, я в это время натираю сыр на терке. Это все для начинки. Слушай, ну нехилые рогалики, так можно очень хорошо поесть. Да, сытные. Сюда можно в качестве начинки еще фарш мясной прям добавить. О, тоже пережарить его, да, чуть-чуть? Да, немножечко подготовить, но в целом фарш, наверное, можно даже и ничего с ним не делать, потому что мы будем запекать рогалики 25 минут. А-а-а, о-о-о! Да, до золотистой корочки. Сыр нам нужен, чтобы он не был сухой. Филе все равно будет, оно будет сочное, но также, чтобы меньше, ну, то есть, чтобы сочнее они были, мы добавляем сыр. Почему нельзя добавлять разные сливки, да, и все подобное? Из рогаликов они вытекут, потому что это не киш, да, который можно закинуть все туда и... Слушай, вот, по-моему, поправь меня, если я ошибаюсь, мы ни разу с тобой не добавляли в кофе молоко, допустим, там что-то такое, да? Да. Да, готовим с тобой чистый, почему я сейчас сомневаюсь, потому что мы, мне кажется, что-то много лет знакомы, думаю, может, было где-то, я забыла. Вот, вот, и ты единственный человек, с которым я могу пить кофе вот без ничего, просто кофе. Ты, серьезно, потому что не с тобой, мне это кажется, почему-то не так вкусно. Ну, потому что это, как правило, где-нибудь на ходу, где-нибудь, вот, там, вот, набегу на улицу, прихватили, и все. Вот, скажи, пожалуйста, как ты вообще относишься к таким добавкам, как молоко, я не знаю, в кофе добавляют сиропы, алкоголь, что еще, фруктовые соки. Скажи мне, что ли, на эту тему. Это нормально, нормально, я считаю, что это даже вкусно иногда, вот, я пробовала, кстати, вот не так давно, айриш кофе, это вот с, господи, с бурбоном, или с чем он? Ну, с ирландским. Да, 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 в общем, очень интересно, виски, виски, и это были торфяные виски, я плохо разбираюсь в этом, но, собственно, очень был странный вкус, и, ну, это было интересно. Вот, периодически пью капучино, потому что это сытно, и это тоже вкусно. Да, вот, сиропы, сиропы сейчас не добавляю, но вот иногда, очень-очень редко, мне хочется. Я как-то проводила обучение не так давно в одной кофейне, и мне очень захотелось добавить сироп. Я добавила, это было вкусно, это было вкусно, и, в целом, мы всегда, я люблю говорить, что хороший кофе добавлять в сироп не хочется, да, но иногда тот же сироп, да, вкуснее, чем сахар. Да. А если ты хочешь подсластить, даже не сколько подсластить, а именно вот дать вот этот неестественный оттенок. Вообще, я считаю, что можно все, просто нужно выбирать качественный продукт. Да, мы выбираем качественный кофе. Хотим, пьем черный, хотим с молоком, хотим, добавим туда. С чесноком это классно. Виски. С чесноком? Да, мне понравилось. С чесноком с курочки был. Да, вот не то, чтобы ты его чувствуешь, но появляется такая нотка, которая, я не знаю, завораживает, что-то такое, знаешь, что-то такое притягивающее. Вот чеснок, это же вот мясной такой, да, то есть основной, и он как-то сытно, как-то вот жирнее. Голова не понимает, что происходит. Да. Слушай, а я еще нашла такой рецепт интересный, хотела, как раз думала, вот придешь в гости, я тебя обязательно спрошу. К кофе добавляют кусок сливочного масла. Ой, это, по-моему, в какой-то стране. Да, 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 ну там и в чай, и в кофе это дело добавляют. Вот, но, да, и у меня так стали делать знакомые, вот, и я, что-то я не знаю, то есть, ладно, сливочное, а иногда вот, как бы я так сейчас сказать, жир. Жир, а, я поняла. То есть, вот не масло, а жир. Вот сало в перечерки добавляют. Вот. В кофе? Да, в чай. Ну, слушай, я что-то вообще, вот в чай, я понимаю, это же по-монгольски. Чай такой, с маслом. А я люблю на самом деле. Он еще соленый, с маслом. Это еще дело, я понимаю, когда это, да, когда это вот там монгольский, бурятский чай, это я допускаю. Вот, а когда в кофе кусочек топленого сальса добавляют. Ну, это да, это действительно очень странно. И мы тут, собственно, рассуждаем о том, нормально ли сироп добавить с тобой. Нет, я не против, в смысле, я вот за то, что каждый делает то, что он хочет, если это в рамках закона Российской Федерации. Да. Пожалуйста, добавляйте. Вот. Но, если бы речь шла обо мне, я бы, наверное, на законодательном уровне запретила бы добавлять сало в кофе. Я тоже. А может и нет, откуда я знаю. Ну, я попробовала, мне не понравилось. Мне кажется, это очень странное сочетание. Но в целом... Нет, Рит, это не странное сочетание. Это... Еще хуже? Да. Еще хуже. Прям невкусно. Валь, помоги, пожалуйста. Да. Что? Я не умею желтки от белков отделять. Мне нужен желток. Сейчас, подожди. Сейчас я сделаю. Я вот с этой задачей... Поэтому я рогалики никогда не покрываю вот этим вот составом. Что-то как-то все постоянно сложно. И противень уже можно подпадывать. Сейчас, сейчас. Одновременно. Да, вот так раз. Отлично. До работы в кофейной сфере, да, то есть достаточно профессионально, я очень любила кофе с сиропом. Ой, у нас рогалики такие немножко разваливаются. И моя любимая комбинация, это было большой капучино. Так. С сиропом огуречным, внимание, арбузным и дынным. Сумасшедший. Да. Попробуй. Хорошо. Арбузный, ой, огуречный сироп, он немножко нам напоминает арбузный. Но у него какой-то вот именно овощной еще вот такой вот момент, нюанс, что очень приятно. Интересно. Так, рогалики для такой начинки должны быть покрупнее. Вот я сейчас... А у нас будут мини-версии. Да. А мне понравился кофе с апельсиновым соком, как-то странно. Я сама себе удивилась. Да. Просто апельсиновый фреш, даже не сироп. И черный, да? Немного кофе и льда. Да? И... А это было эспрессо или это был просто большой черный кофе? Ну, там фильтр или... Ну, я... Все, все... Это... Я поняла, в кофейне делали или дома? В кофейне. А. А. Угу. Авторский. Да, да, да. По-моему, эспрессо, потому что, во-первых, был очень концентрированный, насыщенный вкус. Угу. Вот. А, во-вторых, судя по светлому оттенку напитка, итоговому, его было немного. По-моему, такой напиток называется Bumble, насколько я не ошибаюсь. Да. Если я не ошибаюсь. Похоже. Да. Бамбл. Да, действительно. Ну, это было вкусно. Мне понравилось. Угу. И не сильно сладко, потому что фреш был натуральный, без сиропов, без ничего, со льдом. Очень было освежающе и как-то по-летнему. Еще очень вкусный кофе с вишневым соком. Тоже хорошее сочетание такое. Ты можешь даже дома его приготовить. Сварила кофе? Ты в чем варишь? В турке. В турке. Сварила кофе в турке. Будет вообще хорошо, если прям сироп из вишни сварить. Я могу. И в разных пропорциях, да, смешать кофе в турке. Будет очень вкусно. Вот. Я буду так делать. Спасибо. Попробуй, да. Потому что и вишневый сироп сварить вообще проблемы не составляет. У меня всегда в морозилке есть какие-то замороженные ягоды. Вот. Из которых можно всегда оперативно сварить компот, сироп, там, что угодно. Мне кажется, брусничный тоже может быть неплох. Нет? Брусничный, да. Но у него такая несбалансированная кислотность, на мой взгляд. То есть у вишни у нее кислотность и сладость. То есть такое очень хорошее. И, например, вот, если ты будешь такой готовить, попробуй сочетать его с кофе из Кении. У нас прямо мастер-класс. Вы видели, да? Такой пульс на словах, но тем не менее. Да. Авторские рисунки. Авторские напитки. У нас, получается, в чемпионате Бористо мы судим, получается, и оцениваем эспрессо. У нас будет, у нас 4 эспрессо. Затем мы оцениваем 4 молочных напитка. Ну, это, как правило, либо капучино, либо меньшие по объему. То есть там меньше молока. Эспрессо и взбитое молоко. И мы оцениваем авторские. И вот в авторском там, конечно, душа разгуляется. Кто-то и чаи заваривает, кто-то всякие делают сиропы в сувиде. Вот сейчас одно из самых модных, да, то есть, ну, уже нет, уже не можно, конечно, но в целом последние тенденции последних лет в сувиде делают вот эти сиропы. Так, все низкотемпературненькое. Очень такое все интересное. И, конечно, главная задача создать синергию вкуса. Это очень сложно. Мне кажется, это достаточно сложное задание, потому что судьи зачастую говорят, ну, что тебе было креативно. Ну, креативно. Тебе было креативно хорошо. Да, на самом деле достаточно сложно участникам в этом пункте получить действительно хорошие высокие оценки. Потому что не все сочетается с кофе так, чтобы потом ощущался кофе. А задача все-таки такая. Да, и алкоголь нельзя. То есть тут еще и сложнее. Нет, просто есть отдельная дисциплина. Есть отдельная. И отдельный чемпионат, насколько я знаю. Да, да. Я даже знаю одного бронзового призера такого чемпионата. Угу. Вот. Угощал, поил? Своими авторскими. Нет. Таким нет. Почему? Потому что, ну, приезжал с мастер-классами давно, несколько лет назад. Но самое интересное, что, то есть, когда я спрашиваю, ну, мне кажется, что вот это забивает весь вкус, да, все, что спиртосодержащее. Ну, просто вот, ну, не знаю, мне сложно понять. Да. Да. Вот. На что он рассказал с точки зрения подготовки, как это было. Говорит, я нашел человека, который органолептик потрясающий. Вот он с эмелье и органолептик. То есть, он очень хорошо в этом разбирается. Угу. И именно благодаря уникальным возможностям этого человека, да, как он умеет раскладывать... Способностям дегустатора. Да, да, да. Как он умеет раскладывать вкус и все. То есть, вот они с ним отрабатывали и нашли тот самый вариант, когда, да, можно использовать спиртосодержащие добавки, вот, на самом чемпионате, собственно, к нему и шла подготовка, так, чтобы это было органично потом. Вот. Ну и, собственно, во многом благодаря... именно этому человеку, который помогал и состоялась, ну, я считаю, что это победа, да, потому что это международный был этап и третье место от российского Бориса, это хорошо. Да, да. Поэтому, друзья мои, в общем-то, развиваем свою органолептику. Да, не боимся экспериментов. Самое главное, не бояться экспериментов. Рогалики с курицей. Пожалуйста. Исите сюда, да. Кофе с чесноком, давайте. Кофе с салом. Нет, давайте потом. Кофе не надо. Давайте не надо. Все же нормально было. Опять же, это вкусовщина, понимаешь? Вот мне не нравится, но кто-то и тараканов жареных везет. Да, да, это точно. Ты не ела? Ну, ты об этом не знаешь. Ну, мне кажется, мне просто хотелось думать, что это они были, но мне кажется, это просто, что другое было. Ну, слава богу, пусть будет так. А ты пробовала? Нет. Не смогла бы? Нет, не то, чтобы не смогла. В качестве эксперимента. Не знаю. Понимаешь, у всего должна быть какая-то цель. Доказать что-то кому? Себе, ну, как бы, неинтересно, да, в данном случае. Я понимаю, доказать себе, там, научиться сварить чашку кофе, которая, там, заслужит твою хотя бы какую-то среднюю оценку, да? Когда, то есть, достичь какого-то уровня мастерства в чем-то. Да. Не знаю, в чем-то себя победить, преодолеть. Съесть таракана? Ну, сомнительная такая. Победа. Где-то 15 назад, возможно, это была бы, там, какая-то интересная победа над собой. Вот. Сейчас просто, слушай, вот я зануда, уже в определенный момент ты начинаешь задавать себе вопрос, зачем? Это мудрость. Спасибо. Спасибо. Ты очень корректная, я тебя за это просто обожаю. Это мудрость. Так, ставим вот эту духовку. Да. Теперь 25 минут. Да. 25 минут мы займемся, наконец, делом. Ага, ты с курицей. Наконец. Посмотрите, все это время она просто выжидала, чтобы заняться делом. Так, хорошо. 180 градусов, правильно, Рит? Да, 180 градусов, 25 минут. Все, стоим, выпекаемся. Отлично. Нам нужна буквально секундная пауза навести порядок на столе и мы, наконец-то, займемся делом. Эта программа будет вкусно, мы продолжаем хорошим хозяйкам. И только таким, на заметку, стиральный порошок Ома эффективно отстирывает пятна, сохраняет яркость цвета, превосходно отбеливает, экономичен, благодаря концентрированной формуле защищает от износа стиральную машину. Ну и еще одно средство. Это средство для макия посуды Sunlight содержит натуральный сок лимона, эффективно удаляет стойкий жир и экономно расходуется. Мы продолжаем, пока у нас рогалики готовятся, наконец-то мы займемся делом. Что подразумевается у нас под делом, расскажи. Под делом. Я хочу научить тебя, как готовить капучино дома. Удивлена? Та-да-да-дам. Вот так вот. Первый день весны я готовлю капучино дома. Отлично. Да, это прекрасно. Повод отметить и научиться. Собственно, у нас будет два способа приготовления кофе. Слушай, я очень давно хотела тебя расспросить про эту штуку, потому что в посудных магазинах, ну я не говорю про специализированное, это понятно, но вот в обычных человеческих посудных магазинах представлены вот такие вот штуки разного калибра и размера. Многие из них бывают симпатичные, потому что они еще разных цветов. Я знаю, что на них можно даже нанести гравировочку и кофеманочки какой-нибудь на 8 марта подарить. Вот. Что с этим делать? Это у нас кофеварка «Мока». Она в простонародье называется «Гейзерная». Это изобрели ее итальянцы, то есть в начале 20 века. получается из него кофе очень плотный. Вообще, когда ее создавали, значит, решили, что она заменит эспрессо. То есть люди смогут готовить эспрессо дома без кофемашины. Наивные? Да, наивные, потому что все-таки здесь недостаточно давления, да, то есть и она не может нам дать… А она еще разбирается? Конечно. А как мы будем засыпать? Состоит из разборных частей. Верхняя часть, нижняя и фильтр. Смотри, какой здесь фильтр. Он почти похож на тот, что в кофемашине, но отверстие шире. Ага. Вот. Так. Сначала. Давай. Значит, заливаем холодную воду. Сюда? Да. У нас, вот, обратите внимание, есть такой вот клапан. Это выброс излишнего давления. То есть, если вдруг что-то пошло не так, у нас… А как я узнаю, что что-то пошло не так? Сейчас я расскажу. Мы сначала сюда заливаем воду, вставляем фильтр, насыпаем кофе, затем закручиваем верхнюю часть, ставим на огонь. Плита газовая либо электрическая. И когда кофе, вода закипает, она проходит через кофе в фильтре и вытекает сверху. Вот. Логично. Вот. То есть, бывают случаи, когда у нас забивается фильтр слишком мелким кофе, либо мы слишком много добавили, утрамбовали очень сильно. И тогда вода не может пройти сплошь этот кофе. И вот, чтобы не разорвало, да, эту вещь. Вот я об этом и говорила. Как я узнаю, что что-то пошло не так? Да. По внешнему виду кухни? Да, да. Собственно, вот этот вот клапан сброса лишнего давления. Подожди, стоп. Это стоит на дне. Оно горячее. Я это… Нет, мы ничего не делаем. Это нам… А он сам работает? Да, он сам. Он сам. Я думала, надо куда-то решать. Нет, нет, нет. Все хорошо, ничего не происходит обычно. Это очень редко такие случаи. И мы наливаем, обрати внимание, по самое начало клапана. Угу. Угу. То есть, это кофеварка вообще на 70 грамм кофе. Прям очень маленький объем, но нам для капучино столько и нужно. Хорошо. Теперь, дальше. я вот с собой свои помощники весы взяла. Это пока отложим. И нам нужно с тобой сделать помолв. Только два вида людей носят с собой весы. Баристы и ппшники. То есть, люди на правильном питании. Это моя любимая кофемолочка. В прошлый раз, помнишь, ты ее уже трогала? Раз, два, три, четыре. Ты такие штучки всегда приносишь. Прям… Денадцать, четырнадцать. Денадцать, четырнадцать. Да, тут шаг тридцать метрон. Считаю. Все очень просто. В общем, я считаю четырнадцать щелчков. Это четыреста двадцать микрон. И готовить мы будем на кофе из Коста-Рики. С кем ты сейчас разговаривала? Готовить будем на кофе из Коста-Рики. Вот. Нам нужно с тобой всего семь грамм. Сейчас крыло и прям… Да. Так. В прошлый раз тебе хорошо получилось. Так, давай рассказывай, что делать еще раз. Молоть. Молоть. На весу либо так, как удобнее. Вот иногда под углом удобнее немножко. Раз. Сколько вот тут? Два. А пока не закончится. Три. Четыре. Семь грамм мне интересно сколько. А, нет. Там семь грамм уже есть. Я отмерила на весах. Я имею ввиду, что у вас сколько по времени. А, сколько там зернышек? Как семь грамм. Зернышек двадцать. Двадцать зернышек. Хорошо. Ну, стоит, знаете, знаете, вот семь грамм вроде бы… Ну, там еще помол такой, не сильно крупный. Так, водичку убираю. Аромат такой. Слушай, а есть отдельно профессия? Как с собой делать? Перемалыватель. Перемалыватель. Я не знаю. Что, размалыватель как-то не знаю. Зернышитель. А, ну, на самом деле, это шутка, да? А то я уже задумалась. Вообще, это обычно либо ты, пока что-то рассказываешь, либо кто-то из тех, кому ты рассказываешь. И так, откручиваем нижнюю часть. Так, нам ложка нужна маленькая. Я вот очень люблю вот эту твою штуковину. Снимаем. И теперь насыпай, пожалуйста, вот этот кофе. Как классно. Фильтр. Аккуратно. Мы не утрамбовываем на этом этапе, да? То есть, у нас кофе должен быть просто спокойно… Вы показываете, да, как я так вот все делаю? Для меня это важно. Так. Все семь граммов, да? Да. Удобная, кстати, вещь. Вот, на самом деле, это гейзерная кофеварка. Получается, хороший, хорошо кофе проваривается. И в чем отличие от турки, то, что тут осадка, меньше. То есть, он все равно будет, потому что отверстия не, ну, не такие маленькие, как хотелось бы, может быть, да? Но, в целом, прекрасно. Теперь аккуратненько, да, вот убираешь с ободка, можно пальчиками, можно так. Чтобы у нас частичек не осталось, да? Здесь у нас есть, конечно, резинка, которая герметично все закроет. Теперь закручиваем верхушку. И на плиту. Вот, время приготовления около трех минут в такой маленькой. Ну, как правило, до трех уже он приготовится. До трех часов дня? Угу. Можно даже... А вообще, оно в закрытом виде, да? Но мы можем открыть, чтобы нам было видно, когда он пальдется. Мы будем смотреть, да, как там вот чего-то там будет длиться. Поэтому вы смотрите, мне интересно. А есть там такой эффект, как в турке, когда ты отвернулся и ху-ху? А здесь нет. И до первого этажа ты знаешь, что у тебя неудачная попытка сварить кофе. Ну, на самом деле, здесь в этом плане лучше, потому что здесь у нас, когда кофе заканчивается, он никуда не выливается. А ты порекомендовала такую штуку купить? Я... Да, да. Я порекомендовала, да. В принципе, в ней получается почище, чем в турке. Вот ты сейчас попробуешь, поймешь. То есть в турке вот очень много сад, который не всем людям нравится. Я утром все это пробовала в турке, да, готовить. Ну, тоже хорошо. Вот я за это люблю френч-пресс. Закинул, залил, за это время нарезал хлебушек, не знаю, там, к завтраку что-то сделал, буквально минуту-другая, раз, кофе готов. Да, конечно, есть нюансы. Может быть, он не такой насыщенный получается. Ну, а в турке, да, это ритуал, когда ты стоишь, когда я говорю слово ритуал, связанный с кофе, я опять думаю про тебя. Потому что ри… ритуал. 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 Похоже. Мы ждем, как бы… Да. Я в это время уже перемалываю другой кофе, потому что у нас с тобой будет два разных основы. Две разных основы. То есть капучино – это что? Это эспрессо, если по классике, да, то есть это 30 миллилитров, там, 20, примерно, грамм кофе и взбитое молоко в разных пропорциях, но, как правило, не больше двухсот сорока миллилитров, да, то есть… вот. То основу для дома, естественно, без вкусов машины приготовить, ну, несколько вариантов. Это либо гейзерная, либо это может быть турка, только нам нужно будет отсидеть осадок. Ну, дальше. Либо это вот такой вот способ, ты его еще не видела, тебе не знакомилась с ним. Познакомься, это корейское изобретение – Кафлана Компрессо. Прошу. Как имя? Кафлана Компрессо. Кафлана Компрессо. Кафлана Компрессо. Да, да. Это такое вот приспособление для получения домашнего капучино. Ой, слушай, вот… Домашнего эспрессо, прошу прощения, домашнего эспрессо. Ну да, мы же капучино делаем, поэтому в итоге-то для капучино. Да. Собственно, как оно работает? У нас также здесь с тобой фильтр металлический, но отверстия, заметь, какие маленькие, тоненькие, да, то есть маленькие отверстия, что позволяет лучше отфильтровывать кофе. Ага. Сюда засыпается кофе, затем мы закручиваем, сюда сверху наливаем воду и затем вставляем вот такую вот сверху часть и продавливаем в кружечку. А это еще и вот так вот делаешь? То есть мы создаем давление сами. Мы создаем сами давление. И тут получается работает по принципу Паскаля, когда давление передается жидкости в замкнутой системе. То есть у нас получается давление около 9 бар получается, практически как в эспрессо-машине за бешеные деньги. А вот, пожалуйста, дома. Мало места занимает. И все такое? Сейчас попробуешь, тебе понравится. Мне кажется, за звонки сейчас поступают в редакцию от владельцев магазинов, которые продают кофемашину, выключите из эфира. А разница в цене? Ну это шесть с половиной тысяч где-то. Ну, конечно, конечно, мы не сможем. Конечно, мы не сможем. Но давай для сравнения. Но кофемашина? Кофемашина? Ой. Ну вот средняя такая кофемашина для бара. Пошло, пошло, пошло. Смотри. Так, так, так. А что делать-то? А ничего, сейчас вот смотри. Ага. Вот сейчас как начнут струки белеть, то прям совсем сейчас пойдет. И убираем просто. Убираем? Да, убираем. Убираем. Вот, все. Все, прекрасно. Все, быстро смотрим в рекламу и возвращаемся сюда. У нас тут класс. Итак, у нас готов один вариант. Да. Да. Можешь спокойно сразу его наливать. А я расскажу, как сделать молоко. То есть капучино что? Это же вот это, наверное, самая любимая пенка. Да. Молоко, 150 грамм, ставлю в микроволновку. Надолго? На 40 секунд. Больше нельзя, потому что нам не нужно, чтобы он запахло, как кипяченое. Понимаешь? Хорошо. Вот. То есть на 40 секунд наша задача его нагреть. Вот. А взбивать мы его будем с помощью прибора, который есть практически в каждом доме. Капучинатор. Сейчас тоже расскажу. Проще. Еще проще. Все проще. Я купила ребенку капучинатор. Вот. Это венчик. Венчик, да. Электрический, который сам взбивает. Так много кофе и молока в нашем доме не было никогда. Потому что… Эксперимент. Нет. Это не просто эксперимент. Во-первых, у меня дома живет баристер. А, да. Точно. Маленький баристер. Точно. И поскольку, мама, я теперь баристер, у нас все серьезно. А. Вот, да. И капучинатор, и батарейки нужно менять в капучинаторе все время. Но самое интересное, так много молока в доме не было еще никогда. Так. Вот. Нагрелось. То есть оно теплое. Ну, собственно, можно… Следующую мы чуть подольше нагреем. Подольше, да? Да. Около минуты. Я проверила. Ну, в целом нормально. Легкий порог идет. Да, чуть-чуть идет порог. Мы используем френч-пресс. Все просто вообще, абсолютно. Вставляем, значит, поршень наш и взбиваем. Вот такими вот движениями. То есть я в течение… почти до дна я в течение 20 секунд. То есть, проходя через вот эту мембрану, получается та самая пенка, ради которой вот все вот это вот? Собственно, очень похожа. Она не будет такой эластичной, как в костейнях. А ее можно делать вот так вот и отстучать там вот это вот все. Спасибо. Она очень сильно отслаивается изначально. Поэтому, собственно, она не будет такой пышной, да, как нам, может быть, хотелось бы. Ага. Но, в целом, вот такой вот момент может быть. Ну, это прямо вот домашний-домашний, да, то есть вариант. Так. Ага. И вот смотри, мы сейчас наливаем с тобой. Тут у нас, конечно, не будет вот прям пенки-пенки, но она все равно смотри какая. Как это не будет? Подожди. Вот даже немножко густая. Вот такую чашечку кофе сварить. Ммм. Да. Будешь пробовать? Да. А сейчас, да, можно будет. Сейчас я просто хочу сразу же сделать вторую часть, вот, второй капучино. И мы с тобой посмотрим, какой понравится больше. Я сейчас быстро сама. То есть… Ой, как интересно. У нас есть кофе. Здесь уже больше. Здесь уже 14 грамм идет кофе. То есть он будет концентрированнее? Да, он будет плотнее. И тут я взяла зерно, обжаренное чуть темнее. Угу. То есть чтобы он такой погуще был. Вот. Здесь я аккуратненько так распределяю тоже кофе. Помол такой же у нас. Угу. То есть для таких способов должен быть помол помельче, чтобы проваривался кофе лучше. Вот. Сейчас тоже аккуратненько убираю. Вот так. И здесь у меня есть маленький темпер. Смотри. Ой, такая милота. Да. То есть мы аккуратно вот так утрамбовываем. Угу. Аккуратненько. Угу. Угу. Все это убираем. Затем закручиваем. И нам нужен чайник. Кипяток. Да. Можно чуть-чуть даже подкипятить там. Сейчас потом чуть-чуть подкипятится быстро. Мне нравится. Нравится? Очень. Хороший баланс кофе и молока? Хороший? Я как раз и хотела сказать, вот эта пропорция очень удачная. Потому что если молока много, то ты пьешь молоко с запахом кофе и все. Когда его мало, это тоже вот идеальное сочетание получилось. Да, да. Конечно, работают профессионалы. Ну, сочетание, баланс, пропорции мы сами подбираем. Ну, то есть хотите более молочное, если кто-то любит латте, как правило же больше молочное. Ну, да. Так, давай, пожалуйста, сюда наливаем. Так, куда? Ой, ой, ой. Сейчас. Что, что, что? Что там? Так, что-то у нас тут чипе случилось. Все, сейчас мы это... Нужно что-то тонкое и длинное. Что-то... А вот, кстати, капучина ты сразу достали. Мы тонкое и длинное. Нет, нет, нет. Нет, нет, давай. Вот есть такие, боже мой. Щипцы. Щипцы не подойдут. У нас что-то где-то застряло. Палец не проходит. О, вот, нашла. О, отлично. Конечно. Что-то это? Тут есть все. Мы сейчас это достанем, потом покажем, как кофе делать. Теперь можем продолжать смело. Все хорошо. Так, итак, наливаем воду. А ты помогай, да, давай, пускай. И получается очень-очень быстро работаем вот этим нашим поршнем. Сейчас я думаю, когда погорячее... Ага, ничего. Тихо, ладно. Когда погорячее, получше получается пенка. И получается таким вот образом. Сначала я налила воды. Скажи, пожалуйста, что я делаю не так? Много, да, получилось? Нет, нет, все хорошо. Я все нормально сделаю. Не переживай. Так, а у нас там что происходит? Ты давишь, давишь. Я давлю, да. У нас сейчас все будет хорошо, мне кажется. И, собственно... Мы тоже подбираем тут помол разные, в зависимости от того, насколько хотим более насыщенный, да, то есть напиток приготовить. То есть вот таким вот образом продавили. Чем меньше помол, тем тяжелее давить, но тем более плотный вкус получается. У меня вся кухня в молоке. У меня тут тоже с кофе. Очень все интересно получается. Ага. И снимаем. Вот. Вот этот вот наш экстракт переливаем в чашечку. Все? Смотри, наливаем. Ой, слушай, у тебя пена получилась прям вообще шикарная. Так у меня и стол весь в пене. Слушай, ну красота. А ну да покажите. У-ху. Нет, вы видели это? Вы видели это, да? Я смогла, смогла. Я смогла, смогла. Хорошо. Хотите с корицей? С чем вам сделать кофе? Я плачь? Можно какао. Вот, в общем, домашнего бариста вообще удивишь, мне кажется, он прям будет поражен. Я надеюсь, что домашний баристер не посмотрит эту программу, потому что если у меня стол в кофе и молоке одновременно, я представляю, что будет дома. Но вот это, кстати, для меня тоже открытие. Ну что, дегустируем, да, потому что важно сравнить сейчас два способа приготовления. Попробую первый. Вообще другой. Слушай, даже очень похож на то, что в кофейнице наливают. Вот это сейчас комплимент был? Это комплимент нам. Интересно? Да. Я даже не знаю, какой вариант мне понравился больше. Ну вот этот слаще, да? Да, он прям такой вот, мне кажется, дело в молоке еще в том числе, потому что мы его нагрели, нагрели, поработало и ну хорошо. Слушай, а вы заметили, что, между прочим, у нас еще и рогалики готовы? Вот тот самый редкий специалист по кофе в нашей программе, а ты вообще единственная такая у нас. Да. Который догадался приготовить рогалики с мясом. Вот эта вот вся попса, знаете, рогалики с джемом, рогалики с вареньем. Это все прям ерундистика. Вот рогалики с курицей и сыром. Вот это я вам скажу да. Вот. Я очень рада, что ты у нас есть. Потому что то, как рассказываешь о кофе ты и как ты в этом пространстве живешь, это интересно даже тем, кто кофе не пьет. Серьезно. Как здорово рассказывает. Это хорошо. Плюс ты делишься такими вот лайфхаками, которые применимы дома. Потому что для очень многих профессиональная сфера кофе – это что ты знаешь такое заоблачное. Ну так и есть. Ну да. Но перенести это в домашние условия. Поэтому вот не зря я сегодня начала с того, что ты тренер по приготовлению кофе в профессиональных кофейнях и домашних условиях. Слушай, а что, тебя можно прям домой позвать? Что-то потренировать? Ну вообще такого еще не было претендентов. Но в целом… Ну если что, он есть агент. То прощайтесь с ко мне. Да, у нас есть студия, где мы будем заниматься. Мы договоримся. Итак, рогалики у нас готовы. Принцип приготовления понятен. Я думаю, что рецепт обязательно будет в Инстаграме. Вы сможете с ним познакомиться и приготовить в домашних условиях. Ну а как сделать чашечку капючина своей любимой? 8 марта принести в постель вместе с таким рогаликом? Вы будете самым не лучшим. Это так просто. Ну и там не забудьте потом стол подбереть. Вы поняли, да? Рит, мы тебя любим. Это взаимно. Спасибо. Это была Маргарита Амиловна, между прочим. Вот сейчас звучат аплодисменты по ту сторону экрана и заставка нашей программы. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова